Дорогие мои коллеги, дорогие мои подписчики, всем добрый вечер. Сегодня мастер-класс посвящен вот такому панно. Я так приподниму, покажу. Это панно я сваляла как подарочный. Вот завтра, послезавтра уже Новый год, и поэтому я сваляла и хочу сделать подарок. Дорогие мои, вы на канале Куркас и я, ведущая Юрия Исакова. Всем добрый вечер. Давайте приступим к мастер-классу. Панно начинается с основы. Основа у меня, я снизу постелила маргелланский шелк. И сверху 150 грамм гребенной ленты. Сделала раскладку, просто в длину, в ширину, в длину, в ширину, в четыре слоя сделала. Хочу показать рисунок. Вот я делаю панно. Сейчас все равно экран вам всей этой краски, она здесь не покажет. Почему? Потому что это все мокрое. Просто я хочу вам показать. Вот это все я делала специально префельд. Это шерсть раскладывала. И вискозу светло-серого цвета специально разложила, чтобы рамочку сделать. Потом это все вырезала и сюда уже наложила. Слой, я вам показывала, да, я сперва маргелланский шелк. На маргелланский шелк я постелила шерсть вот синего цвета. Потом это я все хорошенько проваляла на такой средней провалки. Еще прям не до конца, а вот прям как в состоянии префельда. Перевернула. И вот шелковая часть. Это шелковая часть. Она у меня тоже другого оттенка. Она подсохнет, даст другой оттеночек. И я на этот шелк уже наносила рисунок. Вот сперва префельд, рамочки сделала. Потом рисовала журавлей. Теперь я перевела на свой рабочий стол. Экран. Вот хочу вам сразу показать префельд. Вот видите? Вот так вот. Делайте заготовочки такие. Вот здесь у меня серого натурального цвета шерсть. А здесь вот прям приятно-приятно такой серый вискоза. Цвета серого вискоза. И вот из этих фигурочек, ой, из этих вот таких вот префельдов, если вы заготовите, можно будет разные-разные всякие узорчики делать. Ну, и все, что необходимо. Вот. Это чистый творческий бардак. Вот он. У меня здесь вискоза. Все. Это все используется для работы. И хочу вам показать вот основной рисуночек, вот эскиз. Никак без эскизов я не работаю. Я беру клееночку. Это все. Основной вот рисуночек. Вот он, основной рисуночек. Я вырезаю. Вырезаю. Эту клеенку беру потом на основное полотно. Это вот прям на шелк. Уже когда у меня префельд готовый, я немножко его проваливаю, чтобы шерсть вместе с шелком немножко сцепилась. И потом уже даже даю возможность просохнуть. И потом я накладываю вот такую вот клееночку. Уже вырезанный трафаретик на основной рисунок. И потихонечку начинаю укладывать внутри этого трафарета шерсть, вискозу. Вот смотрите. Я трафарет сюда наложила. И внутри все-все-все укладывала, потихонечку укладывала шерсть. Здесь у меня и вискозочка есть, такая белого цвета. Она мне кажется голубенькой станет, потому что у меня вот шерсть, она прям краску отдает. Синяя прям. Возможно некоторые оттенки у меня все равно голубизной какой-то покроются. Но это не страшно. Потом, когда я ее хорошенько проваляю, я ее просушу и еще раз еще иголочкой профильцую. После того, как иголкой профильцую, я еще раз его намылю и еще доваляю. Хочу показать степень увалки. Она у меня уже увалялась. Но так как я сейчас еще она плохо увалялась, смотрите, вот здесь у меня подсохло. Я не стала через стиральную машину отжим делать, потому что она может страшно уваляться, а мне надо здесь текст написать. Я так повесила, что вот эта у меня здесь уже высохла. Здесь она немножко мокровата. Но я так сверну и текст буду писать здесь. Иголкой буду подрабатывать вот такие вот места. Сейчас немножко шерсть вниз и иголкой буду все это зацепливать. Вот здесь клювики, глазки, вот здесь все шеи, все буду поправлять, крылышки. И это все, этот процесс сейчас вот именно, я его два раза сушила, считайте, два раза сушила. И вот это вторая сушка. Теперь я текст напишу и полностью провалку сделаю, и она у меня немножко сядет, меньше станет, чем это. Ну и дальше его там где-то вышивку буду делать, где-то еще что-то буду делать. В общем, смотрите, вот это третий этап. Сейчас буду делать текст. Друзья мои, я вам говорила, потому что часть у меня подсохла. Здесь тоже подсохла. Ну, то, что краешки немножко мокрые, это мне не мешает. Вот здесь я беру сейчас, специально я сохранила у себя в сотовом. Так, Google фото. Я сохранила текст. Сохранила, мне очень понравилось. И я сейчас его сюда буду писать. Это панно в стиле, немножко японском стиле, но здесь обычно японцы пишут иероглифы, а я напишу просто цитату, очень красивую. Хочу сделать подарок очень хорошему человеку. Я поэтому иглой текст уже пробила. Я брала просто шерсть и буковки писала иглой. Вот такой вот иглой. Это фельдсировочная игла. И я уже это все сейчас пробиваю. Смотрите, я текст уже написала. А теперь вот есть такие моменты. Я здесь глазки хочу тоже иголочкой так пробить. В большинстве своих работах в этих спанно я использую иглы. Использую иглы и работаю вот так вот пробиваю. Есть иногда бывают моменты, когда, например, вот клювик как-то неправильно привалялся. Вот, например, недостаточно. Мне показалось, что вот красный цвет здесь недостаточен. Я беру вискозу и ее пробиваю. Также вот смотрите, глаза я сделала. Теперь я хочу их немножко оживить. Значит, здесь мне надо будет сделать маленькую точечку белую. Это я вот проблемные места пробиваю. Если вдруг проблемные места есть, вот смотрите, здесь вот хвостик тоже, видите, рыхловатый. Но это еще не это, это же все еще не доваленное, в принципе. Но я все равно пробью. Вот такие вот места. Если он сразу не провалялся, я здесь, во-первых, вискозу очень густо постелила. Возможно, один слой провалялся, ну, свалялся, а один слой на поверхности. Поэтому вот такие места вот так вот пробить. Ну, время займет немножечко, но ничего. Можно так вот весь рисунок еще пробить. Вот тут, где вискоза, видите, она у нас немножечко такая, не сильно густая. Я так слегка-слегка. Здесь я тоже буду пробивать. Здесь немножечко сейчас мокровато. Ну, и по мокрой тоже можно пробивать. Смотрите, я вот в этих местах тоже так пробью. Ну, это все доваляется. Это просто я так подстраховываю себя. Так, немножечко пробить, и все. Смотрите, вот. На губку ставим это все. И пробиваем. Дорогие мои коллеги, дорогие рукодельницы, вот панно я закончила. Все. Надо теперь проутюжить. Сделать влажную тепловую обработку. Прям вот паром, паром, паром. Я параллельно работала над двумя панно. Это вот такое вот панно. Видите, она прям вот, когда гладишь, она становится такая хорошенькая. Я влажную тепловую обработку и буду делать. Бойлок любит, любит, когда его паром, горячим утюгом. Он еще здесь прям вот приходит в такое хорошее состояние. Вот такой вот на Новый год я хочу сделать подарок. Вот такой цитатой подарочек хочу сделать. Думаю, стоит учиться рисовать панно, потому что можно будет такие вот подарочки делать. Я не имею художественного образования. я просто любитель. Поэтому думаю, что всегда я говорю и даже в этом я уверена, что можно научиться рисовать, а тем более шерстью. Всего вам хорошего, дорогие мои. И будьте со мной на моем канале и валяйте вот такие вот панно. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...